Александра Стефанова Александра Стефанова Александра Стефанова Александра Стефанова Александра Стефанова Родилась она в 1805 году. Я какие-то даты, если помню, буду их называть, просто для того, чтобы вы примерно понимали... А, ну они там есть, слава богу, подглядывать делать, видишь, я их знаю. Так вот, она жила в самом-самом начале 19 века. То есть это такой, вы знаете, яркий представитель эпохи романтизма в музыке. Романтизм в изобразительном искусстве уже где-то примерно 30 лет как существовал, так же точно и в литературе. Музыка немножечко всё время развивается чуть медленнее, поэтому самый расцвет музыки эпохи романтизма — это где-то вот 20-е, 30-е годы 19-го столетия. И Фанни Медельсон является ярким его представителем. Так вот, она родилась в очень богатой семье. Отец её был банкир, у него был свой банк. Происхождение этой семьи еврейское, но их не воспитывали в каком-то религиозном плане. А скорее даже, когда детям было уже примерно в зависимости от, так как детей было четверо, соответственно, где-то от 5 до 10 лет, их всех крестили. Также позже крестились их родители и взяли вторую себе фамилию Бартольди. Поэтому у Феликса Мендельсона, у него двойная фамилия, может быть, кто-то из вас обращал на это внимание, что он Феликс Мендельсон Бартольди. И эта фамилия, на самом деле, название одной из каких-то имений их дяди, вообще не имеющих к ним отношения. Всё они это сделали для того, чтобы им просто проще жилось, потому что гонения на евреев, они были абсолютно всегда, и в 19 веке они тоже были. И для того, чтобы им было проще существовать, они просто вот эту вещь решили сделать. Что же касается их семьи. Родились дети в Гамбурге, но вскоре пришлось переехать в Берлин, потому что на тот момент как раз, видите, эти годы, соответственно, Наполеон шастал по Европе и всех бурлил и волновал. И для того, чтобы как-то от него спастись и чтобы он там, не дай бог, не разрушил их банк и вообще, в принципе, никаким образом состояние, они переехали жить в Берлин. Детям дали самое лучшее возможное, в принципе, образование. И что интересно, учитывая время и, понятное дело, гендерные предубеждения, которые, конечно же, естественным образом были, это было нормой. То есть на тот момент это никто не воспринимал как предубеждение. Фанни давали точно такое же образование, как и Феликсу и ее остальным родственникам. Никто не делал совершенно никакую скидку на то, кто она, девочка или мальчик. И она получила идеальное, вообще прекрасное совершенно образование, которое только можно было мечтать на тот момент. И ее, конечно же, учили музыке с детства. И в том числе ее учили композиции. Поэтому к 15 годам она вовсю концертировала, уже писала свою собственную музыку. И некоторые считают, что Фанни была даже, пожалуй, талантливее своего младшего брата. И просто в силу того, что она была женщина, не получилось у нее такой блистательной карьеры. И действительно, когда началось, собственно, уже время для того, чтобы выходить замуж, а женщина была из, как я и ранее сказала, очень приличной семьи, то, соответственно, все, хватит. Это все, конечно, замечательно, но надо выходить замуж, рожать детей и как бы вести семейную жизнь. Тем более она была из очень богатой семьи. И не боже, мол, женщине зарабатывать своим собственным трудом. Но, опять-таки, тут тоже надо обратить внимание, что члены семьи, ее младший брат и ее муж в целом пошли ей навстречу. Брат публиковал ее работы под своим именем, таким образом ее музыка доходила до зрителей. А муж разрешил ей давать публичный концерт раз в год, средства от которого шли на благотворительность. И дома у них всегда было огромное количество людей, художников, музыкантов. То есть весь цвет на тот момент современной Германии, они все приходили к ним, у них были музыкальные салоны, они устраивали театральное представление. То есть это было на самом деле такое, можно сказать, мегкое искусство Германии в Берлине на тот момент. И Фани была очень тоже известной личностью, но да, в узких кругах, но все-таки известной. Что же касается публикации ее произведений под ее именем, существует всего один опус, первый. Он был опубликован буквально за год до ее смерти, умерла она очень рано, ей было всего 45 лет. То есть она добилась все-таки публикации под своим именем, но вот не случилось, чтобы как-то продлить свою творческую карьеру чуть дальше. И на самом деле ее произведения под ее именем, по большому счету, стали публиковаться и вообще стали как-то отделяться от имени Феликса только во второй половине XX века. И существует даже до сих пор мнение, что огромное количество произведений все равно принадлежит Перу Фанне, а не Феликсу. Сегодня мы вам исполним первую часть ее фортепианного три. Ну, сейчас мы точно знаем, что это точно ее произведение, не Феликса. И исполнит его вам Анна Яновская, партию скрипки, Олеся Саблина исполнит партию велончели, я исполню партию фортепиано, а партию художника, который подготовил фоны к нашему сегодняшнему этому произведению, исполнит Екатерина Богославская. Спасибо. 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 Такая вот бурная женщина Фанни Мендельсон. Но сразу видно по музыке, что она хотела. Сцена, конечно, и страдала, и ей нужно было воплощать ее хотя бы в написанной ей музыке. А следующая наша героиня американская композитор Эми Бич. Она примечательна вот чем. Во-первых, американских композиторов XIX века вот таких вот известных, скажем так, широкой публике крайне мало. И она одна из них. Вот буквально их там вот правда совсем немного. Ну то есть нет, они конечно существовали. Но вот именно для широкой публики Эми Бич в первых рядах. Эми Бич родилась в очень состоятельной семье. Опять еще одна состоятельная женщина. Родители были по фамилии Чейни. И эта семья дала, понятное дело, своему ребенку самое лучшее, прекрасное образование. Ее, конечно же, приучили любить музыку. Существуют даже какие-то вроде как истории о том, что она сочиняла уже с самого-самого детства буквально с пеленок, уже вот только перестала соску сосать и начала писать музыку. Ну, конечно же, не так. Но, в принципе, лет там что-то в 5-6 уже даже за ней записывали какие-то мелодии. Она училась играть на фортепиано и в итоге тоже стала давать публичные какие-то выступления. Очень успешно выступала с оркестром. Ее произведения даже начинали публиковаться. Приходит в возраст. Ее 18 лет. Ее нужно выдавать замуж. Ну, приличное семейство, конечно же, надо выдавать замуж. Выдали замуж ее за известного на тот момент хирурга по фамилии Бич. И он был сильно старше нее. Ей было всего там лет 18. Ему было 40 с лишним. И он, как чопорный мужчина, сказал ей, что все, замечательно, а теперь мы садимся дома. И никаких публичных выступлений. Ну, возможно, одно так уж и будет в год. Опять такая же история. И тоже все средства идут в благотворительность. Так уж и будет. Через некоторое время ей разрешили публиковать свои произведения. Но приписка должна была быть обязательно «Миссис Бич». И в итоге, когда он умер, она радостно уехала в Европу. Возобновила свою... Умер он довольно быстро. Так вот, она возобновила свою творческую карьеру. Опять стала выступать публично, давать концерты. Затем начинается Первая мировая война, и она уже обратно в Соединенные Штаты. И Эми Бич, помимо того, что она один из немногих известных американских композиторов, она еще несла действительно очень серьезный и очень важный вклад для профессионального образования для женщин на территории Соединенных Штатов Америки. До нее, в целом, эта тема была табуирована. И надо отдать должное, что она не только своим примером всячески пыталась общество объяснить, что это нормально, что женщина будет получать профессию, и она будет учиться где-то в высшем учебном заведении. Но сначала организовывались какие-то небольшие клубы, которые как раз, собственно, пропагандировалось там образование. Я так понимаю, что они там, собственно, и получали некое хотя бы музыкальное образование. И забавные названия были у этих клубов. Они были распоряжены прямо вот в нескольких разных штатах. И они назывались Beach Clubs. Довольно забавно. Но, тем не менее, Эми Бич осталась в истории американского искусства как очень значимая фигура. И мы сейчас послушаем ее три небольших салонные пьесы. Салонная пьеса – это… что это означает? Это означает, что это для такого милого вечера в приятной компании. Ну, прям практически как у нас с вами сегодня. И мы сыграем вам три небольшие пьесы. У них есть название. Называется «Первый зацепленник», «Воторая называется «Колыбельная» и «Третья – «Мазурка». Написаны они для скрипки и фортепиано. И, кстати, еще одну важную вещь. Ну, как это важно, но в целом… Да, она была из обеспеченной семьи, но благодаря своему собственному таланту и умению работать, и успеху, безусловному, она сколотила довольно приличное состояние именно на своих произведениях. Так что, мне кажется, это тоже довольно интересный факт, и здорово, что она смогла этого добиться. А мы сейчас с вами послушаем три ее пьесы. Художником в этом случае выступит Валерия Санчило, а партию скрипки исполнит Валерия Сидоренко. Я исполню партию фортепиано. Спасибо. 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 Следующий композитор Клара Шуман. В девичестве у меня была фамилия Вик. Вот это настоящая, правда, настоящая Deutsche Marka. То есть для тех, кто помнит, что до евро во всех странах Евросоюза были свои деньги. Так вот это самая настоящая Deutsche Marka с ее портретом, с портретом Клары Шуман. То есть тоже это не просто какая-то такая проходящая фигура в искусстве, а это очень-очень серьезная фигура в мире музыки. И в частности, конечно же, в немецком искусстве. Она немецкая композитор. А обратите внимание, вообще у немцев в классической музыке все в принципе окей. Там и Бах, и Бетховен, и Брамс. То есть такие ребята. Однако на 100 марках у них вон Клара Шуман. Клара Шуман родилась в семье небогатой. Ее отец был педагогом по фортепиано. И у него была своя, скажем так, школа мастерства игры на этом инструменте. И он, ну грубо говоря, извините, выдрессировал своего ребенка. И она была именно идеальной визитной карточкой его методов обучения. Мать Клары Шуман была певицей. Но по стечению обстоятельств так получилось, что они разошлись с ее отцом. И девочка осталась жить с ее, ну собственно, с папой. И в итоге отец взялся за нее очень серьезным образом. И сам занимался ее образованием не только музыкальным, но и в целом. Он ей давал какие-то элементарные, видимо, познания в мире. Также, конечно же, и богословие, и, конечно же, музыка во всех ее возможных вариантах. И, например, потом Клара Шуман сама признавалась, что в целом у нее довольно большие пробилы как-то там в естествознании каком-то вообще, то есть в образовании, которым обычно дается обычным людям. Но с малых лет, совсем юная она была, когда ее стали выпускать на сцену, и она стала своего рода таким ребенком-вундеркиндом. Ее возили по всей Европе, и она давала сольные концерты. И на одном из таких концертов она познакомилась со своим будущим мужем. Вот ее муж, великий немецкий композитор Шуман, Роберт Шуман. И она, будучи 15-летней девушкой, конечно же, в нее влюбилась. Он был учеником ее отца, он тоже надеялся стать пианистом. И он был, конечно же, в восторге совершенно от ее способностей и талантов, и того, как она могла справляться с невероятными сложностями игры на инструменте. Когда Кларе было 18 лет, они решили, что им, конечно, стоит пожениться. Ее отец решил, что это не такая классная идея. И в итоге все закончилось жутким совершенно скандалом, даже судебным делом. И они смогли пожениться только, когда Кларе исполнилось 21 год. Клара Шуман является не просто сама по себе женой великого Роберта Шумана, но еще и отдельной самодостаточной личностью. И при жизни, скорее, Клара Шуман была всем известна. И она была самой настоящей звездой. И она ездила абсолютно по всей Европе уже и когда выросла. И когда родила Роберту Шуману 8 детей, она параллельно еще ездила по всей Европе, давала концерты. Она даже несколько раз была в Российской империи. То есть как далеко она ездила. Можете себе представить, это сейчас мы там сели на самолет. Ну, сейчас мы, конечно, никуда не сели. Но в итоге, короче, ну, как бы когда-то посадились на самолет. И через два часа мы были в Берлине, предположим. А ей, бедные, надо было из Берлина там на этих, в общем, трястись до Петербурга. И до Москвы потом. Так вот, она это все делала и параллельно, собственно, и детей рожала и воспитывала их. Но я так поняла, что она была, конечно, довольно, видимо, жесткой женщиной. Но иначе и быть не могло, потому что, по сути, вся финансовая сторона их союза легла на ее плечи. Ну, ей просто хорошо очень платили хорошие ангажементы за ее работу. И поэтому, конечно же, это был очень логичный выход из положения. А Роберт Шумон ее сопровождал, конечно же, на всех этих гастролях. Но в качестве, скорее, знаете, мужа знаменитой пианистки. Они, можно сказать, вдвоем задавали некий тоже тон музыкальному обществу того времени в Германии. И, кстати, не только в Германии они общались со многими ведущими на тот момент представителями музыки. И не только Роберт. Роберт был, понятное дело, в узком кругу музыкантов, очень хорошо известен. Все его, как бы, ценили. И его жена была главным, пропагандировала его, в главную очередь пропагандировала, конечно же, искусство своего мужа. Играла в основном его произведения. А они, надо вам отдать должное, я скажу честно, очень неудобное для исполнения. То есть то, что она играла, она прямо... Ну, то есть она явно была какая-то выдающаяся пианистка. Это вот просто так никому не дается. После смерти Роберта Шумана он умер достаточно рано. Ему было не очень много лет. Даже 50 лет не было. Совсем далеко до 50. Она опять взяла все в свои руки. Тут уже нужно было... Даже дело в том, что не просто воспитывать детей. Там их было много, но они уже были в основном взрослые. Там были внутрисемейные, конечно же, некоторые проблемы. Один ребенок оказался душевно больным. Ему нужно было поместить в клинику. Правда, мне вот недавно рассказали и сказали, что она не шутка его навещала. Она один раз приехала и сказала, что, боже мой... Для нее это был большой стресс, и больше она там не появилась. Но она все равно зарабатывала даже на клинику своего больного ребенка, чтобы он мог содержаться в приличных условиях где-то в Швейцарии, в очень достойных условиях. В целом до самой своей смерти, практически до самой своей смерти, она выступала публично и давала концерты. Прожила, видите, 7 с лишним лет. И где-то уже в последней декаде своей творческой карьеры она начала преподавать, но тоже как-то она не преподавала, так как принято на сегодняшний день скорее, она давала такие мастер-классы. И вообще это было довольно забавно. Ее все умоляли, конечно, все ведущие на тот момент консерватории и учебных заведений, умоляли, чтобы она была их представителем, их профессором. Она всем говорила, что нет, ну я не хочу, мол, мне скучно, неинтересно. В итоге она кому-то там согласилась, и там были потрясающие условия, что она раз в неделю только два часа давала уроки, а все остальное время занимались всем ее дочери. И она не занималась маленькими, конечно, нет-нет, ни в коем случае. Она занималась только самыми талантливыми, ей отбирали самые сливки, и она давала им, значит, какие-то ценные указания. Вот такая была женщина, великая, безусловно. И сейчас мы послушаем опять первую часть ее фортепианного трио. На этот раз скрипкой, партию скрипки исполнит Светлана Коновалова, партию виолончели исполнит Олеся Саблина, простите. Я исполню партию фортепиана. И художником в этом случае выступит Екатерина Богуславская. Нет, не Екатерина Богуславская, Валерия Санчила, извините, пожалуйста. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. у... Спасибо. 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 Сначала я ждала ноты где-то полгода, потом я ждала год ковида, а потом наконец-то это произошло. И сейчас вам будет исполнено три песнопения византийской святой. Звали её Кассия Константинопольская, жила она в IX веке, и это является первой женщиной-композитором. На самом деле Пальму I, первой женщиной-композитором несколько, но просто по годам жизни она пораньше, чем многие. Кассия Константинопольская родилась в богатой семье, у неё было прекрасное образование. Она жила в то время, когда в Константинополе была борьба с иконоборчеством, а её мать и она, они как раз наоборот помогали иконоборцам, и были какие-то такие у них свои трения. Есть легенда, что будто бы Кассия Константинопольская была невероятная неземная красавица с прекрасным образованием, она гимнограф, и у неё есть имбические стихи. Так вот, по её гимнам и по её стихам можно понять, что она не только хорошо разбиралась в Святом Писании, но также и вполне прилично разбиралась в античной литературе, и таких людей, как Платон, она прекрасно знала. Ну, не лично, конечно, но, в принципе, знала их творение. Что же касается её неземной красоты? Есть легенда, что будто бы она участвовала в сматринах невест для императора. И тут мне не разнятся, то ли она участвовала, то ли нет, потому что там есть момент такой, что там разница в 10 лет, что просто чисто физически она не могла участвовать в сматринах этого конкретного императора, потому что ему там было 3 года. Но возможно, что она участвовала, но она всё равно их не прошла, потому что она в итоге основала свой собственный монастырь, приняла постриг, и там писала свои гимны, писала свои гимнические стихи. Затем умирает тот самый император, и на престол входит его сын Михаил III и его мать Регент, и они прекращают гонение на иконоборцев. И это позволяет Касси выехать на некоторое время в Италию, она там жила какое-то время. А затем она уехала жить на остров Касос в Греции, там она и умерла, и похоронена. В второй половине XIX века Кассия Константинопольская была... Как это говорится правильно? В общем, Кассия была... Лику святых её прибавили, скажем так. Извините, я забыла слово правильно. Она здесь причислена. Да, спасибо, спасибо большое. Но здесь никого не обидела. Так вот, она была причислена к лику святых, и её песнопение... Ей повезло, на самом деле, потому что она родилась в IX веке, и уже какая-то такая псевдо-нотная грамота существовала, и поэтому все её... Ну не все, но часть её гимнов действительно довольно приличное количество сохранились. А затем уже в X веке появился Гавида Дореца, который придумал нотную грамоту, которая в целом чем-то похожа на то, чем пользуемся мы. И поэтому всё это можно было уже переписать, и дошло это всё до наших дней. И сейчас у вас есть прекрасная возможность услышать три её песнопения. То есть вы сейчас услышите музыку Византии, IX век. Я сама просто так назвала, но мне так само интересно. И тут нам тоже очень повезло. В составе нашей команды вы все... Ну, те, кто бывали у нас на концерты, вы, наверное, знаете. У нас есть такая прекрасная совершенно певица Евгения Кузнецова, мецисопрано. Так вот, Женя, она организовала свой собственный ансамбль, ансамбль солистов, Вера. И они в основном поют именно духовную музыку. И нам очень, конечно же, повезло. И тут я, конечно, говорю, Виви, давай, Женя, давай. Женя сказала, ну, давай. И, в общем, сейчас они исполняют такую редчайшую совершенно вещь. Я, на самом деле, я честно вам скажу, я не знаю, исполняет ли вообще когда-нибудь в Москве кто-нибудь это где-нибудь исполнял. Но в целом, как бы, какие-то её песнопения используются в православном богослужении. Поэтому, может быть, где-нибудь можно услышать. Ну, а сейчас ансамбль Вера исполнит вам три песнопения Кассии Константинопольской. Художник Никон Филиппов, простите, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok